Дорогие друзья, доброе утро! Мне интересно в такой компании, для меня новой очень, послушать, о чём говорят музыканты. Но главная тема, конечно же, это предстоящий концерт, который состоится завтра. И о нём мы будем сегодня говорить подробно. А сначала я попрошу режиссёра дать ролик, который, возможно, задаст тон нашей сегодняшней беседе эфиру. А что такое зал? Зрители видят ролик, слушатели только слышат музыку. И вы можете комментировать. Вот что-то говорят музыканты, со звуком не очень всё хорошо. Надеюсь, это у нас в наушниках барахлит что-то, а слушатели слышат всё хорошо. Вы можете начинать рассказывать о вашем концерте завтрашнем. Кто начнёт? Я могу передать сразу слово Антону, и он пусть будет ролевым сегодня. Да. Доброе утро, дорогие телерадио-слушатели. Мы хотели бы представить концерт, который состоится завтра в Римской католической церкви в 6.30 вечера под названием «От земного к небесному». И так как лидер нашего ансамбля и автор идеи, руководитель нашего коллектива «Камерата Якутск» Дмитрий Рогов, я бы хотел, чтобы он представил концепцию и рассказал об этом предстоящем событии. Спасибо, Антон. Здравствуйте, дорогие слушатели и те люди и зрители, которые смотрят по телевидению. Сегодня с удовольствием расскажу о том, что будет происходить завтра. Значит, завтра мы представляем для слушателей и зрителей Якутска новую программу, которую подготовил ансамбль «Камерата Якутск», и эта программа называется «От земного к небесному». Как и все программы, мы постарались и эту программу сделать концептуальной, и я сейчас просто расскажу, чем же она отличается от других программ. Значит, во-первых, там будет три произведения, написанных разными композиторами в разные эпохи, но все эти произведения — это гениальная музыка, и только такой музыкой мы делимся с нашими друзьями. Значит, там будет актет Феликса Мендельсона. Это произведение написано для восьми музыкантов, все они струнники, то есть все струнные инструменты. Далее в программе будет Иоганн Себастьян Бах, будет оркестровая сюита номер два, семинорная, и там будет солировать флейта. И последним произведением будет совершенно фантастическая, так сказать, пьеса под названием «Фратрас». Автор этого произведения — эстонский и советский композитор Арву Пярт. Вот такая программа. Интересно то, что это не просто концерт будет, а как стихийно сложилось, как часто у нас это бывает, это будет музыкально-поэтическая композиция, потому что в этом концерте будут звучать стихи, которые будет читать чтец. И это будет единая, так сказать, это будет единая лента из стихов и музыки, которая, я надеюсь, погрузит наших слушателей и зрителей в атмосферу и позволит, подтолкнет их к некоему очищению. То есть это будет какой-то катарсис, потому что все эти произведения очень красивые, и они все очень разные, но мы выстроим это так, что это будет единой нитью проходить через всю программу. И вот мне интересно, а что думают по этому поводу мои коллеги? Как вам самим ощущением? Мне очень нравится, что вы рассказали, что так можно погрузиться с помощью музыки, поэзии внутрь себя, это очень круто. Может быть, нам уже сказать про сюрприз для слушателей и зрителей, что у нас есть сегодня билет на две персоны на этот концерт, потому что вы хорошо о нем уже рассказали, сейчас ваши коллеги дополнят, чтобы просто у слушателей и зрителей была возможность подготовиться к тому, чтобы забрать этот билет. Какие условия? У нас есть билет на две персоны, как уже сказала Светлана, и мы готовы его отдать человеку, который... В общем, мы предлагаем слушателям и зрителям звонить в эфир и задавать нам любые вопросы, которые только вы захотите задать нам. Но, конечно, мы можем поговорить о любой сфере жизни, но нам, конечно, более интересно было бы, если бы вопросы касались именно сферы музыки, поскольку мы все музыканты, и речь идет о концерте. Поэтому мы готовы отдать этот билет слушателю, который задаст самый интересный вопрос. Поэтому, дорогие, звоните, спрашивайте. Я надеюсь, ваши вопросы будут интересны не только нам, но и другим слушателям или зрителям. Спасибо. Я напомню, что мы в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 и 32 11 66. По ним слушатели и зрители могут задать свои вопросы. Самый интересный вопрос, и вы получаете билет на две персоны на завтрашний концерт. Концерт уникальный. Поэтому звоните 32 00 66, 32 11 66. Ну а сейчас я передаю слово девушкам нашим прекрасным и дополню про концерт ваши коллеги. Еще раз доброе утро всем слушателям и зрителям. Хотелось бы просто немного дополнить об этом концерте. Я бы хотела сказать, что даже самый неподготовленный слушатель, который, может быть, впервые окажется на концерте классической музыки, я думаю, он сможет погрузиться в этот поток и почувствовать нечто, что он доселе, до этого мгновения никогда не ощущал. То есть эта музыка, она оказывает воздействие даже неподготовленному уху. То есть это будет очень интересно, это будет свежо, это будет в новинку, незнакомо. Поэтому я искренне желаю те, которые раньше не посещали классические концерты, я думаю, стоит начать именно с этого. Примечательно то, что где мы будем играть, это Римско-католическая церковь, один из самых в Якутске прекрасных залов именно для камерной музыки, потому что все-таки акустика, вот эти огромные высокие потолки, они дают такое вот ощущение именно исполнителям, в первую очередь, конечно, мы как исполнители, любители музыки. Я буду играть Баха, Сюиту. И я была, вот когда мне Дмитрий предложил исполнить это произведение, я самая, ну, там две части последние, они самые популярные, и все флитисты их играют. А как правило, вот первое начало, оно как-то всегда, ну, не самое популярное для слушателей. Да, для слушателей, может быть, не все с ним знакомы. Вот. И мне очень радостно и волнительно, как исполнитель, но это всё-таки сыграть, исполнить, потому что мы обращаемся к барокко, и мы постарались сыграть именно барочную музыку, отойти от вот этого советского восприятия барокко, да, потому что вот как у Баха забыли, потом вспомнили о нём, начали его исполнять, и потом много вопросов возникло, как же его исполнять. Вот. И в советское время, так как у нас был вот железный занавес, да, мы немножко были отрезаны, и вот мы ученики советского времени, мы его исполняли немножко, как бы, так вот, не зная источников, не зная подлинности какой-то, да, аутентичности. Сейчас же в мире такая тенденция идёт общая, что в Европе, конечно, это уже всё идёт давно-давно, они стремятся воспроизвести именно аутентичность Баха, то есть играют на старинных инструментах, смычками, да, старинными, играют на флейте траверса, допустим, исполняют, то есть это не такая флейта, как вот, на которой я буду играть, да, современная, а она такая очень простая, у него конструкция, но, тем не менее, готовясь к этому концерту, да, послушала много музыки, и больше всего меня впечатлила, конечно, как это, ну, не именно эта музыка, а вообще вот барочную музыку, отношения именно меня вдохновил, я думаю, мой любимый исполнитель, пою, Эммануэль пою, и, конечно же, Теодор Курензис, потому что барокко, вот, он сейчас, мне кажется, да, он смог сыграть барокко так, как оно, мне кажется, должно звучать, да, именно вот казалось, ну, кажется, что барочная музыка, она такая скучная, ты вот так слушаешь и думаешь, о, ну что там-то, а вот именно Курензис, он придал ей такой страстности, которая действительно, наверное, вот скрывает эта музыка, именно страстность. И вот мы с моими коллегами, с друзьями, да, постарались, чтобы всё-таки барокко прозвучал более страстно, более барочной страстно. Ну, кстати, знаете, что мне кажется, что вот барокко очень даже современен, и он вот вместе, в паре с Арво Пяртом, они вот прекрасно вот находятся рядом, это вообще потрясающе, потому что страстность вот эта, которая есть в Бахе, она же есть и в Пярте, и оно совершенно их разделяет сотни лет, а на самом деле они очень созвучны друг с другом, мне кажется, и современная, и старинная музыка, они как вот замыкают какое-то вот это развитие. И самое, что интересно, что первое произведение — это актет Мендельсона, а Мендельсон как раз был популяризатором, открывателем практически музыки Баха. С него началось возрождение этого уникального композитора, которого музыканты часто называют творцом, океан, Баха, говорят. — Космос. — Космос Баха, да. И продолжая тему о Мендельсоне, Мендельсон здесь выступает немножко антагонистом, как раз таким земным, необыкновенно романтичным композитором. Актет Мендельсона — это однозначно шедевр из шедевров, это жемчужина романтической музыки. Есть очень интересный и примечательный момент, что он написал его, когда ему не было еще и 17 лет, то есть 16-летний юноша, автор такой музыки, это совершенно невероятно. Актет Мендельсона — это порыв, это любовь, это ветер, весна, это все самое чудесное, что есть на земле. И когда мы его играем, мне кажется, мы даже сами немножко преображаемся, наши сердца начинают стучать в унисон, молодеем, улыбаемся, напитываемся энергией, эту энергию передаем в зрительный зал. И, конечно, Мендельсон — это в нашей концепции... Давайте вспомним о том, что он все-таки из обвения вытащил Иоганна Себастьяна Баха. Иоганна Себастьяна Баха, а, соответственно, Арбопярд стал его в какой-то степени продолжательным традицией. Мы очень скоро вернемся снова в прямой эфир, а сейчас на две минуты на рекламу идем. Не теряйте. Дорогие слушатели и зрители, мы снова в прямом эфире в нашей студии музыканты филармонии Республики Саха-Якутия. И мы продолжаем разговор о музыке и о предстоящем концерте, который состоится завтра. Называется он «От земного к небесному». И у нас есть билет на две персоны. И чтобы его получить, задание такое, вы можете позвонить на прямой эфир телефона 32 00 66 32 11 66 и задать любой вопрос гостям студии. Задание, мне кажется, очень простое, потому что и уникальное, потому что можете спросить музыкантов, ну, я не знаю, можно даже о каком-то закулисье спросить, чего вот нам не показывают на сцене, вообще какой-то подготовки, там, не знаю, может быть, какие-то личные вопросы даже задать. То есть вообще никаких ограничений нет. Смелей, смелей. Да, ограничений нет. Ни в чем себе не отказывайте. Поэтому 32 00 66 32 11 66 и билет на две персоны на завтрашний концерт, который пройдет в очень хорошем зале, где будет акустика. Как этот зал называется, скажите? Римская католическая церковь. Да, 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 да. Я там была, там шикарно, шикарно. Реально можно погрузиться в трансов, вообще в себя уйти и какие-то настроения свои вот распаковать, эмоции. Это прям очень круто, поэтому звоните обязательно. Ну, передаю слово моему соведущему Антону и дальше он будет рулить эфиром. Я буду вместе со слушателями, зрителями слушать и внимать. Хотелось бы подчеркнуть, что наш ансамбль Камерата Якутска является подразделением филармонии Якутии. И, Дмитрий, расскажи, как создавался ансамбль, что служило предпосылками, какие участники в нем были, как это все произошло. Да, да. Филармония в этом году отмечает десятилетие своего существования. И вот практически все мы, вот по крайней мере несколько человек из нас, Антон, ты позже, по-моему, прибыл, да? А вот мы все трое практически стоим у истоков филармонии, и все эти годы мы бессменными, так сказать, такими матросами служим на этом корабле и плывем все в прекрасное будущее. И приехав сюда, я увидел, что прекрасно, есть симфонический оркестр, но такой жанр, как камерный музыка, он не очень-то как бы здесь представлен. И, естественно, возникла идея поиграть камерную музыку. Поскольку основные камерные жанры, это малые дуэты, трио там или квартет, они и так были, ну, так сказать, довольно популярны всегда. А вот такие составы, там, скажем, как квинтет, секстет, септет, то есть это ансамбль, состоящий из пяти человек и более, вот такие произведения и произведения, написанные для таких составов, очень редко исполняются. Они не только здесь редко исполняются, они исполняются редко вообще повсюду, потому что такое количество музыкантов собрать в одном месте и отрепетировать, а это требует очень больших затрат, потому что музыка очень тонкая, и это не симфоническая музыка, где каждую партию исполняет целая группа инструментов, здесь каждый человек, солист, и подготовка такого произведения требует массу времени и репетиций. И эта вот идея, она какое-то время витала в воздухе, и оказалось, что помимо меня есть еще в оркестре и другие люди, которые очень хотят для души играть подобную музыку. И проект собрался сам собой, первый проект, вот, и вот две барышни, которые сейчас со мной присутствуют, вот они как раз и участвовали среди других музыкантов вот прямо в первом проекте, который был представлен, по-моему, в 2003 году, ой, в 2013 году. И с тех пор мы делали примерно одну-две программы в год, потому что основная работа у нас это симфонический оркестр, и времени не всегда хватало. Дмитрий, расскажи. Ну, из поддержки нашего художественного руководителя бы, конечно, это не могло состояться. Да, конечно, сразу вопрос возник, как нам организовать процесс, обратились к художественному руководителю, и она, конечно, всеми руками поддержала эту идею. И Наталья Владимировна Базолева. И она, кстати, вообще благодаря ей, собственно, существует у нас филармония, потому что она является ее фактически основателем, она идейным вдохновителем и мотором всего этого дела. В общем, и, конечно, и подобному направлению в деятельности филармонии, она дала тут же зеленый свет, и у нас все сложилось, и музыканты с огромным удовольствием включились в эту работу, и это было просто свежая струя и живой воздух, которым мы дышали, мы с удовольствием работали, и мы реализовали несколько совершенно фантастических программ, потому что мы представили людям те произведения, которые никогда до этого не слышали. в каждую программу мы составляли из произведений, которые реально являются шедеврами музыки. Мы сами получали от нее удовольствие, кайфовали, и постепенно камера-то обрастала своими зрителями. У нас было не очень просто всегда с залами, и вот на зал Римской католической церкви мы вышли как бы не сразу, потому что как-то в голову не приходило, что там можно играть, но потом так, слава богу, образовалась ситуация, когда возникла такая идея, мы туда обратились и нашли там взаимопонимание, и нам разрешили, потому что очень важен зал для того, чтобы слушатели воспринимали адекватно то, что музыканты играют. Есть атмосфера, есть определенная аура во всем этом пространстве, и нужен обязательно проводник между музыкантами и слушателями, нужна среда, в которой распространяется энергетика и в которой распространяются звуки, и собственно вот таких помещений, таких залов в городе Якутске очень мало, и в итоге сейчас, на настоящий момент, мы понимаем, что наиболее адекватным в этом смысле именно зал Римской католической церкви, я этот зал называю, конечно, с натяжкой, потому что, в принципе, это храм, вот, но благодаря настоятелю, его Мариану Пиццару, огромное ему спасибо за то, что он идет всегда нам навстречу, и всячески содействует проведению концертов, как и, впрочем, и вот в последний раз, он просто, если бы не его вот эта добрая воля, если бы его желание, опять-таки, он любитель музыки, ему самому это очень нравится, и он помогает таким образом нам все это дело делать. Я не знаю, успел я ответить. Дмитрий, расскажи еще, пожалуйста, про концепт. Каждый концерт, ведь это является определенной концепцией, то есть, здесь и стихи могут быть, да, и видеоряд, и само название концертов имеет значение. Даже свет. Да, например, вот я хочу, чтобы показали, если есть возможность, даже программка вот этого концерта нашего сегодняшнего Она необычная. Да, она необычная, но режиссер сейчас покажет, наверное, Да, если можно, может быть, поближе как-то навести. Да, я попутно просто буду говорить, что эта программа носит название «От земного к небесному», и мы хотели как раз вот этой концепцией подчеркнуть то, что музыка существует и охватывает все сферы нашей жизни, она пронизывает все наше существо сверху и донизу. Есть музыка земная, есть музыка, которая затрагивает эмоции, страсти, так сказать, вот эту сущность, душу человека. Есть музыка, которая возносит нас к духовному, и есть музыка, которая уносит нас совершенно в космос, и доходит до подсознания. То есть, если взять человека как средоточие нескольких ипостасей, вот тело и душа, они всегда связаны. И вот музыка, она всю нашу ткань, всю наше существо пронизывает снизу доверху, и в итоге она дает нам пищу, она дает душе пищу для развития, она нас очищает, она нас кристаллизует и правильно организовывает. И вот я еще раз хочу призвать людей, которые не посещали никогда, вот, слава богу, Ульяна этот вопрос подняла, которые не посещали раньше концерты классической музыки, академической, пусть они приходят на это наше представление и погрузятся, а мы, я надеюсь, что, значит, опять повторю, что необычного, может быть, кто-то не слышал начала передачи, немножко вкратце еще расскажу, что будет концерт завтра уже, что у нас есть билет на две персоны, который может получить каждый позвонивший в эфир и задавший нам вопрос, на который мы с радостью ответим. Так вот, в этом концерте, который будет завтра, будет три произведения, будут представлены музыка Феликса Мендельсона, Иоганна Себастьяна Баха и Арво Пярта. Концерт будет проходить в Римской католической церкви, там мы постараемся воссоздать совершенно новое, уникальное пространство, мы не будем раскрывать сейчас всех подробностей, но это будет касаться расположения музыкантов, света и атмосферы, так сказать, происходящего. Ну вот, вкратце, как бы так. Еще мы затронули Мендельсона Баха, но не поговорили об Арво Пярте, ведь Арво Пярт это событие, наверное, в музыкальной жизни Земли, это человек масштаба даже, может быть, Вселенной, и самое удивительное, что это наш современник, ныне живущий, да, и один из самых исполняемых в мире композиторов сейчас, загадочный, таинственный композитор со своим музыкальным языком, и вот, коллеги, ваши какие-то мнения, наверное, может быть, Ульяна скажет о своих ощущениях. своими ощущениями Арво Пярта я уже исполняю не первый раз, и я хочу сказать, что это вот такой композитор современности, который именно вот обращается напрямую к вашей душе, к вашему сознанию, к моему сознанию, к моей душе, и играя вот это произведение, у меня всегда возникает такое вот, знаете, ощущение какого-то полноты бытия, что ли, и я могу сказать, что мысль, которая постоянно приходит, возвращается ко мне во время исполнения этого произведения, о том, что человек по своей сути приходит в этот мир один, и также один из него и уходит, то есть вот это вот такая самодостаточность человеческого единицы, вот этого, части этого сознания, да, цельность души, в общем-то самое главное. Мне кажется, это так верно, вот чтобы обрести самого себя, да, вот это такое знакомство с собой, да, и вот люди же боятся одиночества, да, и разберут то, что под рукой просто из этого страха. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Я только что включила телевизор. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ага, есть Валентина из города Якутска. А завтра во сколько будет этот концерт? Я хочу попасть туда, и сколько стоит билет, или как? Вот смотрите, Валентина, у вас есть уникальная возможность вообще выиграть билет на две персоны. Вы можете задать какой-то вопрос гостям нашей студии, любому из них или всем вместе. Вы мне подскажите, они откуда? Я только-только включила. Мы сейчас через две минуты вернемся снова в студию и продолжим эфир. Валентина, вы прям можете еще раз нам позвонить и придумать вопрос как раз за две минуты рекламы. И получите билет завтра в 18.30 будет концерт, который называется «От земного к небесному». Шикарный концерт. Я уже очень хочу пойти, надеюсь, слушатели и зрители тоже. Не теряйте нас. Через две минуты вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» мы говорим о музыке и о предстоящем концерте. Завтра в 18.30 пройдет концерт «От земного к небесному». Нам звонила во втором блоке слушательница Валентина. Валентина, вы можете нам еще раз позвонить? Еще есть, да, уже. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Валентина, это вы, отлично, отлично. Вы спрашивали, вопрос задавали, можете еще раз его задать, который у вас был, потому что он понравился гостям в студии. Алло, здравствуйте, еще раз. Я только-только включила телевизор. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, интересно. Я только что включила. Да, 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 меня интерес, да, вы заинтересовали меня, и... И? Вопрос. И вопрос такой, вы впервые в Якутске или как, или откуда, я вообще пропустила передачу, поэтому мне так интересно, я хочу попасть к вам на концерт. Вот вопрос у нас есть. Валентина, вы на всякий случай телефон ваш оставьте, пожалуйста, режиссеру, потому что если вы будете сегодня единственной нашей дозвонившейся слушательницей или зрительницей, то билет, скорее всего, подозреваю, на две персоны на концерт завтрашний, он пройдет в 18.30, вы получите бесплатно, представляете, вы играете. А вопрос вот такой вот тогда, кто ответит? Мы расскажите о себе. Мы артисты симфонического оркестра «Симфоника Артика» филармонии Якутии, которая была создана в 2011 году, и в этом году у нас юбилей, десятилетие. Мы являемся как ансамблем из артистов оркестра. Вот я могу про себя сказать, что я местная, я родилась в Якутске. Мы тоже уже местные. Мы местные. Мои коллеги, они были приглашены для работы оркестра из России. Да, я тоже знаю, что здесь есть переезжие в нашу республику люди, не все вот прям здесь начали свой творческий путь. У нас есть конкурент Валентины, кто-то еще к нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте. А можно задать вопрос? Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Да, Надежда. Я хотела бы задать такой вопрос. Выйдя на пенсию, начала слушать классическую музыку. Но, оказывается, к великому сожалению, я не знаю современных ни исполнителей, ни композиторов. Хотелось бы познакомиться с произведениями современных композиторов. Вы не могли бы назвать несколько имен, чтобы прослушать рекомендации профессионалов? Надежда, спасибо. На всякий случай тоже свой номер телефона, пожалуйста, оставьте. В конце тогда передачи гости подведут итог. А еще есть звонок? Давайте еще раз вопрос запомните, пожалуйста. Это не вопрос, а как бы поздравить хочу. Я проработала 19 лет в высшей школе музыки. Очень хорошо знаю Лену Владимировну и детство ее знаю. А представьтесь, пожалуйста. Я Клавдия Ивановна Егорова из города Искуска. Да, Клавдия Ивановна, слушаем вас. Я Лену знаю хорошо, Дедюкину прямо со школы была на концерте Ульяны Голиковой, хотя я в общем-то далекий от музыки человек. Это неважно. Главное, Ну вот, работала я в коттедже флейтистов несколько лет. Да, и постоянно мы приглашаем вас на концерт завтра. Приходите. Клавдия Ивановна, приходите на концерт. Ну, с карантином я не была уже давно на концерте. Вот эти, да, ковидные дела, они немножко людей сейчас дистанцировали друг от друга, и люди как-то боятся общаться, но сейчас, я думаю, что уже наступила весна, и хочется уже, наверное, мы уже и вакцинировались. Да, Мы в первую эфир выходим без масок, тоже руководство разрешило, я вакцину получила, я прям очень рада, что решилась на это, как-то больше уверенности стала. Но опять же, после вот пандемийный концерт, вот какие ощущения и насколько будет заполнен ваш зал, и почему вы соскучились? Ну, во-первых, эту программу, которая завтра будет представлена слушателям, мы задумали еще в сентябре месяце и начали уже репетировать. Тогда еще не был объявлен карантин полный снова, и мы еще тогда выходили на работу, и у нас была мысль, пусть не в живьем, но потому что залы уже были запрещены, так сказать, живой контакт, и у нас была мысль транслировать это через интернет либо по телевидению, представить программу, которая бы немножко людей взбодрила, вернула их немного к жизни, и было даже такое интересное название, антиковид-грув, то есть мы хотели, и как раз актет Мендельсона был в этой программе, мы очень хотели, но потом случилось так, что нам запретили выходить на работу, нас всех разъединили, как, собственно, всех людей, наверное, в России, и мы вынуждены были прекратить деятельность оркестровую, ансамблевую и так далее. Это вот, ну, просто, так сказать, как комментарий. Теперь, что касается вопросов, мы же не ответили на вопрос. Да, и у нас, смотрите, три минуты, даже две остаются с небольшим до конца, может быть, мы еще ролик покажем вашего концерта, или уже не будет. Мы хотим ответить на вопрос. Надежда, да. Нет, а вы в параллель будете отвечать на вопрос. Надежда нас попросила, да, вот слушательница наша просила каких-то рекомендаций по поводу современных композиторов. Ну, вот, собственно, завтра в программе у нас будет произведение современного композитора Арва Пярта. Можете послушать его, потому что это очень необычный композитор. Сейчас в наше время огромное количество свежих идей у композиторов существует, и я, например, лично мог бы посоветовать вам послушать московского композитора Павла Карманова. Мы очень любим, мы уже несколько произведений его исполняли в наших программах. Вот, что мои коллеги еще посоветуют? Ну, вообще, вот, как бы, я думаю, если человек заинтересовался классической музыкой, да, ну, может быть, не вся современная музыка сейчас такая вот, как бы, легкая для восприятия, да, не у всех композиторов можно вот так вот принять, послушать и насладиться, действительно. Может быть, действительно лучше обратиться именно к романтической музыке, которая наиболее приятна и легка в восприятии, да, человеку, который вот только начал интересоваться, ну, и, конечно, старинная музыка. они очень помогают человеку вот внутри как-то организоваться, гармонизоваться, да, вот именно вот это движение ритмическое, да, оно как-то вот человек организует, успокаивает. Да, мы все стремимся нынче в гармонии. Победителя не забыть назад, у нас остается, да, где-то там 35 минут, секунд уже до конца эфира. Кто будет победителем? Мы уже не сможем взять звонок, потому что... Ага, еще не запримет. Слушайте, я что-то вообще перепутала, 57-то. Еще есть. Все-все-все. Давайте примем. давайте-давайте, ага. Алло, здравствуйте. Меня зовут Раиса, я из города Покровска. Да, Раиса. Очень рада, что наконец-то симфоника Арктики открыла двери для массового зрителя, для концертов. Несколько лет назад мне посчастливилось послушать концерт в зале Римской католической церкви и мне очень понравилась акустика этого зала. Жаль, что подобного зала нет в других учреждениях культуры города Покровска, Якутска. Спасибо большое за организацию концертов Натальи Базалевой и настоятелю церкви. У меня такой вопрос. Какие эмоции вызовет ваш завтрашний концерт? Что больше мы услышим на вашем концерте? Что больше земного, космического или божественного? Раиса, на всякий случай телефон режиссеру оставьте свое. Спасибо за вопрос. Мне кажется, что в равной степени вы сможете услышать и эмоции земные, и небесную гармонию, и тишину вы услышите. И услышите бурю эмоций, потому что музыка совершенно разная. У нас три произведения в программе, которые абсолютно разные по своему характеру, по тому, что в них вложено композиторами, и совершенно разные эмоции, которые мы сами в это будем вкладывать. А благодаря залу, который вы упомянули, пространству, как раз вы и сможете воспринять всю эту радугу эмоций, которые мы постараемся с вами поделиться. Да, и обычно у нас прямая трансляция прямой эфир выходит. В Инстаграме не будет. У нас есть еще вопросы слушателей или в Инстаграме. В Инстаграме, да. А в Инстаграме еще? Кто не может присутствовать? Скажите об этом, потому что не все же смогут прийти. Подписывайтесь на Инстаграм филармонии. Да, у нас практически всегда они выходят в прямой эфир, так что возможно завтра это будет. Да, И будет возможность послушать. У нас есть вопрос слушателя или зрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, я хотела узнать адрес, по какому, где он ходит. А вы представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Татьяна. Сейчас вам скажут адрес, Татьяна. И где, скажите, где можно приобрести билеты? Где можно приобрести билеты? Билеты можно приобрести в филармонии Ярославского 27, это детская школа искусств. Левое крыло, да, и также онлайн можно приобрести. А вы скажите непосредственно перед концертом вы можете прийти. Римский собор же, да? Римский на улице Курашова. Перекресток Курашова. Понимаете, где находится Татьяна? Татьяна? А, уже ушла на эфирах. Ну, мне кажется, нельзя перепутать это здание, уже все знают. Да, вот сейчас уже осталось В итоге, кому мы дадим билет? Да, нам нужно обсудить, победили. У нас первый вопрос был от Валентины, которая два раза перезванивала. Она спросила про вас. Потом был вопрос от Надежды, она про современных музыкантов спрашивала. Потом Клавдия Ивановна звонила, вам просто передала большой привет теплый. И вот Раиса звонила предпоследней. А что она спросила уже забыла? Она спросила про эмоции, которые она про эмоции. И вот сейчас Татьяна про адрес. Мне кажется, первая женщина, она очень хочет, по-моему, на концерт прийти. Да. А остальные как-то вот... Клавдия Ивановна, Клавдия Ивановна, по-моему, она дома сидит пока. Ну, да. Тогда мы выбираем Валентину, да? Валентина у нас сегодняшний победитель. Валентина, поздравляю вас. Мы все вас поздравляем. И завтра музыканты ждут вас по адресу по улице Курашова Римско-католическая церковь. Римско-католическая церковь. Может быть, ролик. И билет у вас на две персоны. То есть вы можете взять с собой обязательно кого-то. Я тоже с собой возьму свою подругу. И я думаю, что будет очень полезно каждому из нас погрузиться вот в этот мир музыки. Мне сегодня было тоже интересно пообщаться с музыкантами. Спасибо всем, кто был с нами. Хорошего дня. Римско-католическая церковь.